Уважаемые коллеги, у нас сегодня в эфире Пуляевская Александра Михайловна с темой инструменты оценивания работ учащихся. Уважаемые коллеги, рада вас приветствовать и надеюсь вы действительно получите не только достаточно большой объем интересной информации, но вам это будет и просто не только полезно, но и интересно. Итак, инструменты оценивания работы учащихся. Мы с вами знаем, что оценивание это основное средство измерения достижений и диагностики проблем обучения. С одной стороны и оповещение участников образовательного процесса о состоянии проблемах и достижениях образования. Я специально опустила второй пункт осуществления обратной связи. Почему? Потому что, как правило, традиционно мы с вами больше всего обращаем внимание как раз на первый и третий пункт. То есть, с одной стороны, мы измеряем достижения наших учеников, диагностируем проблемы обучения в меньшей степени. И для нас оценка это, опять же, состояние не только их достижения, но и, с другой стороны, состояние как раз о проблемах и достижениях всего класса целиком, да, или, допустим, школы. Осуществление обратной связи это тот основной как раз элемент, на котором мы меньше всего обращаем внимание и на котором как раз вот сегодня мы будем наоборот ориентироваться. Итак, если мы посмотрим на современное оценивание, то в этом случае прежде всего выделяют три основных вида. Это диагностическое, формативное и в других, в общем, в различных источниках используют выражения либо формативные, либо формирующие оценивание. И третье это суммативное или суммирующие оценивание. Чем друг от друга они отличаются и когда это мы можем с вами применить. Но диагностическое оценивание в данном случае, я думаю, что всем как раз понятно, да, цель это именно диагностика. Как правило, это проводится в начале учебного года или в начале темы, изучение темы какой-то определенной, да, для того, чтобы нам понять, на каком уровне находится конкретный ребенок или сами ученики. И в зависимости от этого мы с вами имеем возможность проанализировать определенные результаты, да, полученные, как-то вот сориентироваться и может быть что-то изменить в самой программе, в содержании, как-то более гибко к этому подойти. Формативное или формирующие, обратите внимание, здесь еще и представлено слово внутреннее, да, как раз говорит о том, что это внутреннее оценивание, когда сам педагог, то есть тот, кто и организует данный процесс, готовит те или иные проверочные работы или какие-то другие формы оценки, да, и на основании полученных результатов уже организует некую обратную связь и самое главное, опять же, имеет возможность как-то подойти более гибко к своему содержанию, к содержанию самого курса. Самотивное суммирующее оценивание, вы здесь видите, что речь идет еще и как внешнее оценивание, то есть это, как правило, оценка именно уже результата, например, всей школы, да, и здесь ярким примером является как раз вот стандартные такие формы оценки результатов, обученности наших учеников, да, это ЕГЭ, ну и, соответственно, бывшие ЕГЭ, как государственные аттестационные, да, экзамены. Итак, суммативное или оценивающее итоговое оценивание как раз проводится по результатам выполнения проверочных работ и основная цель это как раз констатация уровня сформирования. Сформирование тех или иных компетентность, соответственно, знания, умений и так далее, да, учеников к определенному периоду времени. Поэтому прежде всего это внешнее. Формативное оценивание здесь мы с вами говорим о том, что это прежде всего внутреннее и я хочу ваше внимание как раз обратить на то, что учитель именно должен отследить процесс продвижения самих учащихся, да, и в то же время уметь адаптировать, я это уже несколько раз повторяла, но все равно еще раз делаю акцент, именно корректировать учебный процесс и тем самым адаптировать содержание, требования этого содержания к нашим ученикам. Тем не менее ученики у нас с вами получают большую степень ответственности за свое образование. Мне очень понравился пример, посмотрите, как, яркий такой пример, да, как можно сопоставить между собой суммирующее оценивание и формирующее оценивание. Обратите внимание, в этом случае суммирующее оценивание обеспечивает подход к разным ученикам с одной меркой, независимо от их индивидуальных возможностей и потребностей. Да, это тоже самое ЕГЭ, например. Формирующее оценивание можно сравнить как с поливом растений или как удобрение растений, да, То есть мы поливаем, чтобы оно росло, учим, чтобы ученики почувствовали вкус к учебе. То есть мы таким образом их стимулируем к развитию самих себя. Если мы будем сравнивать плюсы, минусы и возможности применения стандартного оценивания и формирующего оценивания, То мы видим, что так или иначе у них есть цель и соответственно функции в чем-то схожие, прежде всего функции, да, поскольку это все равно обучающее, воспитательное и так далее. Так или иначе это все равно обеспечение обратной связи, но по исполнению стандартное, то есть суммирующее оценивание, конечно же, отличается от формирующего. Посмотрите, что мы здесь с вами видим. Если мы обращаем внимание на стандартное оценивание, то это что? Жесткая шкала, да, в минусах это что? Это есть возможность травмировать ученика, да, оценками и, соответственно, снижать его мотивацию. Малоинформативно для ученика, поскольку оценка 2 или 3, да, или даже та же пятерка, мы с вами прекрасно знаем, она как оценка хороша, да, допустим, в плане оценивания какого-то конечного результата, но мы с вами знаем, что есть разница между тройкой, допустим, которая очень слабая, как говорится, между двойкой и тройкой, и тройкой, допустим, которая чуть-чуть не дотянула до четверки, но так это можно отнести к любой оценке. Если мы с вами обратим внимание на формирующие оценки, то здесь мы что видим? Что это непрерывный процесс, непрерывная диагностика обучения, это формирование учебного процесса, это обеспечение дуального подхода к ученику, это и принципы самооценки и так далее, и так далее. Я не буду больше так подробно останавливаться на предмете и этих понятиях, как формирующее и суммирующее оценивание. Данные примеры и определения были взяты, вот литература у вас как раз представлена на слайде, и в рамках данного вебинара я загрузила эту литературу, так что поэтому у вас будет возможность после вебинара скачать, если кому будет интересно, более подробно познакомиться с этими учебными пособиями. Я хочу только обратить ваше внимание на авторов и на то, где были написаны эти учебные пособия. Прежде всего, Фишман и Голуб, в данном случае формирующие оценку образовательных результатов. Я не раз сегодня к этому учебному пособию буду обращаться, методическому пособию. Что касается оценивания учебных достижений учащихся, шикарное методическое руководство, это Казахстан, и, соответственно, Ирина Логвина-Людмила Рождественская, это у нас с вами тоже прибалтика. И в рамках эксперимента, это Воронцов и Эльконин, практика ведения новых образовательных стандартов, Международная ассоциация развивающая обучение, Москва, вот 2012 год. Так что вот эти четыре методических пособия, посвященных современным формам оценивания, спецификам, с примерами, с подробным описанием, будут вам представлены для скачивания. А мы с вами продолжим дальше. Итак, если мы говорим с вами про оценивание, то, естественно, необходимо затронуть вопрос, а каким образом, какими инструментами и в каких формах мы вообще можем это провести. Прежде всего, когда мы с вами говорим про оценивание, мы начнем с самого традиционного, распространенного, популярного, это компьютерное тестирование. И когда мы с вами говорим про компьютерное тестирование, то здесь, на самом деле, мы можем с вами указать очень много программных средств, в том числе и российских разработчиков, которые можно использовать в учебном процессе непосредственно. И я думаю, что многие из вас их используют. Вот у меня к вам первый вопрос. На слайде представлено несколько программ, и я прошу вас пометить плюсиком ту из программ на слайде, которую вы уже используете в своем учебном процессе. Ну, если не вы, то, может быть, ваши коллеги. Если в этом списке нет программы, которую вы используете, то прошу ее написать. Итак, это можно выполнить прямо на слайде. Прошу. Прошу прощения за вмешательство. У вас, вам доступны инструменты рисования. То есть в области, где представлена презентация, над слайдом находятся инструменты. Вы можете воспользоваться любым, чтобы написать плюсик или вот кто-то минус, может быть, укажет. Но вот интересно спикеру, какие средства программные используете вы. Если вам трудно писать на слайде, можете отвечать прямо в чате. Прошу прощения. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, пока только один плюсик. Ага, майк-тест в лидерах. Кто еще? Если вы нажмете на букву А, у вас будет возможность напечатать. Это будет удобнее для ввода плюсика или ввода названия той программы, которую вы используете у себя. Так, уважаемые коллеги, или в чате пишите, я обращаю ваше внимание. Итак, большое спасибо тем, кто отметил. Мне это было необходимо, во-первых, для того, чтобы понять, какие программные среды вы используете, и в то же время знать, насколько подробно останавливаться на тех программах, которые у меня здесь на слайде представлены. Еще раз большое всем спасибо. Итак, я продолжаю. Значит, когда мы с вами говорим про компьютерное тестирование, как я уже сказала, имеет смысл использовать программные средства. Здесь есть несколько плюсов. Ну, во-первых, это возможность работы в сети, то есть, когда мы с вами имеем возможность пригласить учеников в компьютерный класс и сделать рассылку, да, по учебным как раз компьютерам, а получать всю информацию уже непосредственно за учительским, да, то есть, получать полный отчет по исполнению. Кроме того, это возможность как раз организации случайного порядка, как из самих вариантов, так и непосредственно из самих вопросов. Это ведение полного протоколирования. Это и возможность использования мультивидейных каких-то и файлов, и других каких-то объектов, которые нам с вами нужны для, допустим, формирования, содержания тестовых заданий и так далее, и так далее. Такие в данном случае программы можно было бы использовать и чем отличаются те, которые я представила на слайде. Как видите, MyPostEx я написала первым именно в силу того, что он интересен и по своей функциональности, он удобен и достаточно прост для человека, который вот впервые садится за компьютер и желает организовать компьютерные тестирования. У него шикарная поддержка как справка, причем вы справку можете как и прочитать, так и можете и просмотреть видеосюжеты в путь до каждого действия. Что хорошего в МайТесте? Вот я смотрю, что многие так или иначе его используют. Я предлагаю посмотреть буквально несколько. Небольшой сюжет на тему МайТест. Я буду просто покомментировать. Обратите внимание, что мы скачиваем, когда эту программу устанавливаем себе на компьютер, то на компьютере у вас будет три ярлыка для работы с этой программой. Один ярлык для того, чтобы создать непосредственно сам тест, второй для того, чтобы иметь возможность его просмотреть, проработать, ну и третий для того, чтобы иметь возможность как раз работать в сети. Мы сейчас с вами видим интерфейс более новой версии, это МайТест X Pro, который является коммерческой версией, но надо сказать, что автор, поскольку является разработчиком и давно предлагает для коллег, педагогов свою программу, свою разработку. У него, в общем-то, стоимость совсем небольшая. И так или иначе, до сих пор предлагается и старая версия МайТест X, которая вот только по интерфейсу, по сути дела, и отличается от этой новой версии. Она является абсолютно бесплатной, поэтому коллеги рекомендуем. как мы видим с вами, вначале вводятся данные про этот тест, можно сразу, можно и позже. И далее мы с вами заполняем задание. Обратите внимание, слева формируется содержание вашего теста, вы всегда можете поменять порядок. Вы имеете возможность удалить, если какое-то тестовое задание вы передумали вставлять в этот тест. Что касается видов тестовых заданий, то здесь их, надо сказать, наверное, больше, чем где-либо. Это порядка десяти. так что есть не только традиционный, как вы сейчас видите на слайде с выбором ответа, есть, естественно, и множественный выбор, и на соответствие, и на порядок, и на работу с картинкой, допустим, на картинке указать тот или иной элемент и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, здесь достаточно большое количество. но помимо того, что у вас есть возможность делать интересные и полезные для обратной связи тестовые задания, я бы хотела обратить внимание вот на какой момент. Помимо самого задания, у нас с вами есть возможность менять формулировки, это вы видите вкладочка вторая, вот горит непосредственно, да, потом у нас с вами есть обучение, что такое обучение, в этом режиме обучения ученик получает как раз информацию о том, что он сделал не так, почему допустим его ответ или ответ на выполнение какого-то тестового задания оказался неверным. То есть вот режим обучения это как раз возможность организации обратной связи для того, чтобы ученик имел возможность над собой поработать. Это, кстати, очень хорошо в плане даже подготовки домашней, то есть когда вы допустим разрабатываете тесты не с целью проведения компьютерного тестирования непосредственно в школе, иногда бывает это просто нереально, как правило жалуются о том, что компьютерные классы заняты. Это с одной стороны, а с другой стороны есть определенный лимит времени, особенно в начальных классах в плане доступа и возможности сидеть ученику за компьютером, да, там, допустим, свои есть ограничения. Но, так или иначе, у нас с вами есть возможность создав тест, предложить ученику пройти его дома именно для того, чтобы получить самооценку своим знаниям, своим навыкам, каким определенным умением, все зависит просто от того, насколько, каким целем, так сказать, отвечает ваш этот тест. И, выявив свои проблемы, да, поработать над ними. Почему? Потому что он не просто получит оценку, что, например, из 10 вопросов только 5 правильных ответил, да, и, соответственно, какая у него отметка. Но, и он получит о том, что, допустим, в первом вопросе вы ответили неверно, вам следует, допустим, там, перечитать страницу учебника такую-то, или, допустим, выполните дополнительно такое-то, такое-то задание, да, отработайте, посмотрите, и так. То есть, если мы это комментируем, то ученик именно получает уже возможность поработать над своими ошибками, не просто получить минус, так сказать. И еще один момент, почему я люблю эту программу MyTest, как я уже сказала, это не только проведение сетевого тестирования, но это и возможность, во-первых, распечатать тесты, тестирование, если, допустим, вы решили провести диагностирующее тестирование, допустим, в начале темы, какой-то новой, да, чтобы понять, какие необходимые знания, на каком уровне у них есть, или, допустим, это у вас итоговое тестирование, нужно, наоборот, проверить, что у них есть в остатке, и не всегда есть возможность провести именно компьютерное тестирование, вы можете все, что вы готовите здесь, вы можете это подготовить и как печатный, как бумажный тест, причем готовится не просто бумажный тест, вы можете подготовить его вариативным, то есть вы приготовили один, единственный тест, а распечатать вы можете столько вариантов, да, сколько учеников в вашем классе, почему, да, потому что если вы в рамках параметров этого теста сделаете установку, что случайно образом будут появляться как вопросы, так и варианты ответов, то при экспорте в бумажный тест вопросы, варианты ответов будут перемешиваться, представляете, вместо одного теста вы получаете там 20-30 вариантов, явно ученики уже не будут заглядывать к соседу, поскольку вопросы будут перемешаны варианты, то есть будет очень трудно списать или переспросить, придется думать самому. если мы с вами обратимся к следующей программе АРМ, это также российская разработка, на рынке это уже достаточно давно, а сейчас вы как раз видите процесс разработки, так, что-то плоховато видно, здесь интерфейс похуже, надо сказать, что автор как бы дальше не разрабатывает саму программу, но тем не менее по своей функциональности она не уступает май-тесту, то есть есть возможность организовать разного типа вопросы, есть возможность организовать комментированную, то есть обратную связь к ответам ученика, есть возможность распечатать и подготовить непосредственно компьютерную версию, и в том числе автономную версию. Что значит автономная версия? Это имеется ввиду, что вы имеете возможность сохранить ваш тест в формате EXE, то есть приложение и отдав ученику вот такую заготовку на флешке, он ему дома нет никакой необходимости загружать май-тест, ее устанавливать и так далее. Ему достаточно просто вставить флешку и соответственно запустить ваше тестовое задание и выполнять его как ученик, отрабатывая вот все моменты. Единственное, что сделаю оговорку, на самом деле разработчик-то работает на дно версии, но единственное, что она у него еще так сказать не завершена и поэтому вот в основном для скачивания используется вот это старое. квестмакер это опять же российская разработка это компания iSpring вы ее видели на слайде как раз третий вешка рла ну на экране вы видите сейчас видео и причем отображается англоязычный текст, да? Я думаю, что наверняка у вас возник сразу вопрос если это российская компания почему же это англоязычная версия? Надо сказать, что они свой продукт активно продвигают и за рубежом продукт iSpring это целая серия у них там продуктов и в общем-то все это ориентируется на привычный нам с вами продукт Microsoft Office от PowerPoint в котором мы создаем с вами презентации и эта компания создавая те или иные приложения получается ориентируется как раз на наши возможности и работая с программой PowerPoint поэтому очень похоже по интерфейсу и так далее так вот почему здесь на английском языке вы знаете я бы она бы с удовольствием спросила разработчиков все дело в том что у них есть два сайта российский для русских и для зарубежа так вот на зарубежном сайте предлагается вариант тестовой оболочки которая является коммерческим продуктом как фри то есть пожалуйста хочешь покупай не желаешь пожалуйста скачивай свободно распространяемую версию абсолютно бесплатную это вот видите на экране у вас так и написано фри квестмакер то есть вот свободный она конечно отличается от коммерческой версии в силу того что нет того многообразия типов вопросов но есть классические варианты то есть это стандартный выбор одного или несколько и соответственно для ввода вот сейчас вы видите интерфейс этой программы также есть возможность организации обратной связи причем есть не только организация обратной связи но и возможность сделать тест не последовательного прохождения да а с разветвлением то есть имеется ввиду что если ученик например на какой-то вопрос отвечает неправильно да то может быть имеет смысл дать ему задание более легкое да или допустим может быть что-то подобное но по-другому с форму с другой с формулировкой да вот или наоборот он ответил быстро и правильно на один вариант ответа может быть это был для него легкий да а почему бы не дать ему более сложный вариант вот это когда здесь возможно ну и конечно как и сами вопросы так и сами задания можно представлять с медийным паспортом что тоже дает нам с вами свободу в плане вот формулировки самих заданий и в общем-то представления их вариантов особенно если мы говорим там про начальный класс или про гуманитарный цикл даже даже не обязательно гуманитарный например та же физика да ведь можно показать видеосюжет например какого-то эксперимента или там химии да и соответственно сопроводить это этот эксперимент вопросами вот что касается четвертой программы J.Click то это англоязычная программа но надо сказать что последнее время появилась почти русская версия то есть имеется ввиду что когда вы скачиваете эту программу и устанавливаете себе на компьютере то часть интерфейса и функций имеет русскую версию не все но большая часть уже на русском языке эта программа в этом плане чем интересно что дает возможность организовывать не как тесты а как интерактивные упражнения причем разнообразные ну по своей соте так минуточку так ну говоря про компьютерное тестирование следует конечно же отметить еще такой нюанс это использование систем опроса аудитории сейчас это новое веяние применения специальных технических средств в том числе и мобильных устройств для проведения такого быстрого опроса ваших учеников у меня соответственно вам вопрос очередной кто имел такую возможность поработать вот такими техническими средствами то есть может быть у кого-то в школе есть такая практика применения систем опроса аудитории или применения мобильных устройств для теста уважаемые слушатели аналогично ставим плюсики если вы это применяете или вы можете поделиться какая конкретно система опроса у вас есть в чате или вот на этом слайде так уважаемые слушатели если среди вас коллеги которые использовали так есть у нас так ну что ж давайте обратимся непосредственно к этим системам опроса на самом деле эти технические средства если вам будет интересно я укажу адрес сайта вы сможете о них прочитать дается сравнительная их характеристика конечно же эти технические средства необходимо покупать вот и в общем-то в зависимости от того сколько приобретается в плане пультов да вот вы видите как раз сейчас на фотографии пульты для детей то есть имеется ввиду что на интерактивной доске у вас высвечивается допустим вопрос да и дети соответственно щелкают на пульт в плане выбора варианта ответа там а б ц и так далее вот и таким образом вы очень быстро можете узнать мнение или как раз проверить осведомленность ваших учеников по данному вопросу или по данной теме но у меня к вам встречный все равно вопрос скажите вот если мы проведем вот такое ну быстрое да по сути дела тестирование наших учеников будет ли это формирующим оцениванием то есть вот можно ли сказать давайте так я даже сформулирую у нас три вида да как мы говорили оценивание диагностирующая формирующая и суммирующая какому типу будет относиться вот такого вида опрос то есть когда мы задаем может быть целую серию вопросов или даже заданий но ученики просто вот кликает по кнопкам отвечая вот так вот очень быстро так вот есть ответ смотря какие вопросы в какой момент занятия я бы наверное ответила так что формирующим оценивание почему я с этого и начала да это назвать никак нельзя ни зависимости ни от какого ни от времени ни от вопросов вот мое личное мнение почему потому что нет обратной связи мы с вами когда говорили про формирующее оценивание мы говорили о том что это индивидуально для каждого это в данном случае если ученики кликают на кнопки я не знаю кто конкретно допустим в данный момент я не могу быстро отреагировать на ответ этого ученика то есть определить и сказать почему это неверно единственное что я могу сделать это подвести общий итог кто сказал ну то есть почему какой вариант я считаю верным и неверным или это может быть групповая форма допустим работы с учениками потому что дальше можно конечно анализировать почему тот или иной вопрос оказался вернее ответ оказался неверным то есть каждый может оценить вот если мы продолжаем эту работу то есть в группе индивидуально да то есть каждый как-то пытается аргументировать почему он такой выбрал ответ то тогда здесь мы уже можем сформулировать и вот эту обратную связь вот а большой плюс наверное это всего того что пропадает страх да видите когда мы поднимаем руку здесь не всегда человек уверен да в себе что правильно он ответит сейчас или неправильно может быть он ответит неправильно и там его же ученики там да одноклассники его будут высмеивать и так далее и тому подобное или просто что вот учитель скажет ты ответил неправильно вот тебе два вот этого страха здесь уже нет есть уже некое такое раскрепощение в этом плане да и поэтому есть возможность вообще-то даже если ты ошибся то все равно ну потом узнать в чем ты ошибся поэтому сам по себе вот такой опрос это еще не формирующее оценивание если этот опрос в дальнейшем сопровождается реплексией да у нас есть возможность проговорить все варианты обсудить как говорится в группе и с каждым тогда это конечно будет уже формирующее как я уже сказала ведь помимо того что приобретаются технические средства для вот такого опроса есть в том числе и возможности это мобильные приложения которые позволяют нам с вами также очень быстро провести опрос или тестирование и собственно говоря вот в зависимости от того когда в какое время в какой период нашего занятия мы этим это используем да вот здесь это как раз я бы сказала что это больше как раз относится к диагностирующему непосредственно оцениванию потому что мы очень быстро получаем как раз для себя сведения о том в каком состоянии да вот находятся наши ученики то есть знают они понимают они или в общем-то требуется может быть какие-то дополнительные разъяснения ну вот на экране сейчас видите наиболее популярный на данный момент программные прошу прощения интернет сервисы это интернет сервисы которые позволяют создавать тесты очень быстро используя соответственно шаблоны для вот последующего использования на мобильных устройствах то есть если ученики ваши имеют смартфоны да или любые другие какие-то средства мобильные вот так же можно использовать причем в этом случае в отличие от технических средств да опроса там нужно закупать а это дорого а здесь если ребята ну может быть не обязательно каждый но тем не менее если группа ребят имеет смартфоны да то вот можно проводить тоже такие экспресс опросы помимо вот таких экспресс опросов я бы хотела отметить еще одно техническое средство которое интересно с позиции организации оценивания это документ камеры для образования вот кто имеет опыт применения может быть в школе есть такие документ камеры потому что вот если посмотреть некоторые публикации то документ камеры считается вообще необходимым средством для педагога да ну можно так сказать что собственно говоря документ камеры позволяет нам что делать это и сканирование да очень быстрое то есть возможность передачи реального объекта на как мы с вами видим допустим на интерактивную непосредственную доску то есть через проектор если мы присоединяем причем здесь есть возможность не только демонстрации непосредственно в классе да но и с помощью допустим также можно и работать в интернете таким образом если мы говорим про дистанционное обучение да консультирование то это становится конечно очень удобным средством и я бы хотела вот показать такой забавный видеосюжет про документ камеры камеры Камера. И зачем мне ее отправили? Не надо мне этих наших разных. Я без них учу детей прекрасно. Если меня достал учебник мел, И нет таких, кто бы что-то не умел. А камера вдруг везде шею гратуозно сказала. Удвольте мне оставшиеся мимо. Я пригожусь вам, вы увидите, я их знала. Учителю я треть важнейшая, облегчаю. Душа добрейшая, учителя оттая. Решила камеру, она вдруг все же поставит. Пусть постоит. Она ведь есть и просит. А вдруг кто-то точно мне поможет. Звонок. Урок. И в классе детей. Хотят узнать, что есть на свете. Показать, хочу я вам. Очень редкий минираль. Можно ближе посмотреть, Ольга Федоровна. Нет, минирал один у нас. Что ж, не видит его класс. Вдруг здесь Айя выглядит шею. Показать мне все, не знаю. Отключить меня в тракторах. И честно, что вопрос. Правда? Кабель USB. И еще один к сети. Диск скорее. Что сплошь? О! Ай! Найное кино! Широкушек крыг в глаза. Дети. Вот точно. И чудеса. Нинерал красиво. Идиви. Мамы и победители. Ольга Федоровна, который мгновенно. Что не тратить время, это очень темно. И ходить не горитами. Широк стал быстро бараган. Я пока ходила без показа. Остальные не могли взглядом. Расшумели, подняли шум угар, тогда покажите вы нам. Переходим к заполнению таблицы. Это в учебнике на 9 странице. Мы пишем столбики в стороне строчка 5, а 7 потом. Переходим к 4-му на 6-ю, не забудьте отметить цвет такой. Пишите очень аккуратно. Ребята, что вам не понятно? Напутали. Но вот опять придется все не рисовать. Таблицы надости. Где время? А камера теперь уж смела. Зачем же тратить время? Я покажу ребят о том, что, которые нужны для заполнения. Оставьте нервы, выдохновение. Вот учебник лежит в этой камере. Заполняет таблицу. Я не бегаю к самому троечнику. И не одновременно, бесконечно. Интерактивным пером появляются запись с ажектором двигателя для язвы. Удивительный камерный пример помогла мне сегодня. Девчонки нет. Ну, это мы с вами сюжет этот завершим. Я думаю, что вы имели возможность как раз для себя понять, в чем ценность вот таких технических средств и в том числе для возможности организации опроса. А мы с вами продолжаем дальше. Итак, помимо компьютерного тестирования, помимо организации экспресс-опросов, конечно же, в качестве формы оценивания могут использоваться интерактивные упражнения. И в этом случае интерактивные упражнения это вам предлагаются как вариант интернет-сервисы Learning Apps и Educate Play. Я думаю, что Learning Apps многим знаком. Если да, то помечайте плюсиком. А я пока продолжу о них рассказывать. Значит, что касается Educate Play, то это очень интересная разработка, которая дает возможность, вот на экране пусть будет мелко, но так или иначе, это все возможные формы проведения организации интерактивных упражнений. И надо сказать, что здесь есть возможность организации диктантом. То есть имеется в виду, что вы записываете или подключаете, допустим, аудиозапись, и ученик должен, соответственно, прослушивая вашу запись, набирать текст. Соответственно, система сверяет с тем текстом, который должен был матром, потому что вы подготовили образец этого текста. И ему уставляется оценка, ну и также есть возможность написания комментариев. Вот в Learning Apps написания диктанта нет. И надо сказать, что анализируя различные средства, вот я не обнаружила видов заданий, вот есть на Educate Play. Но есть большой минус, он до сих пор никак не русифицирован, не только внешне, я имею в виду, что интерфейс на английском языке, но и, к сожалению, он не поддерживает русский язык, он не поддерживает кириллицу, он для ввода текста. А использовать его для учителей иностранных языков, я считаю, это вот просто очень удобно. И самое главное, что поскольку он существует уже достаточно давно, наверное, не меньше пяти лет, то, как правило, на нем работают зарубежные коллеги-педагоги, да, Поэтому там есть очень большая коллекция всевозможных уже готовых заданий, и поэтому учителя иностранного языка, там немецкого, французского, английского, да, имеют возможность получить доступ к этим заданиям, да, просмотрев их именно с позиции носителя, да, Потому что, как бы там ни было, носитель языка, да, да, дает своим ученикам те или иные заданиям. Что касается Ленин Капса, это, конечно, интернет-сервис существует очень давно, по сути дела, они примерно ровесники, и надо сказать, что Ленин Капс это у нас германская разработка, да, немецкая разработка. И количество вариантов заданий у них, правда, уменьшилось, когда они перешли на новый интерфейс, но, тем не менее, он не стал от этого хуже, да, Есть возможность организации хронологической задания по хронологии, по работе с картой, формате игр, да, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, много есть интересного. Вот. Ну, поскольку это интерактивные интернет-задания, да, то сразу возникает вопрос, а можно ли эти задания размещать у себя на сайте? Все дело в том, что, допустим, ученику давать ссылку на данный сайт, да, и, допустим, говорить там, ну, пройди такую-то тему, даже если эта ссылка непосредственно на конкретное упражнение, это, конечно, не очень удобно. Другое дело, это, когда, допустим, он выходит на сайт школы или ваш личный сайт, да, и видит тема, допустим, там, не знаю, например, многочлены и, соответственно, перечень заданий, которые он может выполнить. Потому что вот эти интерактивные упражнения, вот эти интернет-задания, это, конечно, очень хорошее подспорье в плане подготовки, в плане работы над своими проблемами, да, для того, чтобы, это все равно как тренинг, да, чтобы ликвидировать какие-то свои вот минусы в познании. Вот сейчас вы на экране как раз видите, как выглядит Эдик и Плей, если мы с вами выбираем задание «Диктант» и справа мы с вами видим возможность взять ссылку, ну, как я уже сказала, ссылка это не очень хорошо, но зато есть у нас с вами возможность вставить, допустим, данное упражнение вот себе на сайт. Это у нас ключевое слово, давайте я это помечу, как раз «Инсет». То есть у нас есть поделиться, это ссылка, и вставка, внедрение на собственный сайт, это вот вторая позиция. Что происходит? Мы с вами можем скопировать вот то, что здесь написано, в принципе, не забываясь о том, что это такое, и вставить себе на сайт. Зато вот такого типа упражнения у вас будет, и ученик будет заходить к вам на сайт, а не на платформу. Если мы с вами говорим про Learning Apps, то я бы хотела отметить здесь, соответственно, следующее. Вставка на сайт, я думаю, что многие из вас этим пользуются, это привязать внедрение на сайт, да, получается. И есть указание ссылки, да. Я не знаю, обращали ли вы и задумались ли над тем, почему их тут две, и в какой момент, какой их применять, да. Вот есть адрес в интернете, а есть адрес полной картинки. Я поэтому прокомментирую таким образом. Если вы желаете поделиться с коллегой, то берите первый адрес, это адрес в интернете. Или, допустим, для того, чтобы вам составить собственную, допустим, собственную подборку тех упражнений, которые вы сами создаете или используете также из галереи. А вот если вы предполагаете для выполнения вашим ученикам, то здесь только вот эта вторая. Почему эта вторая? Да потому что в этом случае, заходя по ссылке, ученик не будет видеть атрибутов Learning Apps. Он не будет видеть никаких дополнительных окошек, кнопок и так далее. Он будет только выполнять само задание, то есть не будет ничего отвлекающегося. И стоит обратить внимание на QR-код, который у нас тут с вами есть. Почему? Потому что в данном случае это интересная возможность применения вот такого типа заданий в распечатках для создания рабочих листов. Почему? Потому что вы можете скопировать эту картинку, соответственно, вставить ее в ордовский документ, да, и, допустим, может быть, это будет какой-то текст, а к этому тексту вот подготовленное задание. Что получится? Ну, с одной стороны, вы, конечно, само задание можете продублировать в привычном виде, да, в печатном. Но если ученик использует смартфон, то в результате он может проверить выполнение этого задания, да, за счет вот этого дублирования выполнения на смартфоне. Потому что если он будет считывать смартфоном вот этот QR-код, да, то у него на телефоне, да, отобразится данное упражнение, он его выполняет, ну, и таким образом получает, как говорится, либо положительное, да, то, что он молодец там, все выполнил, или, ну, что, может быть, что-то он там напутал. Учитывая, что я говорю про QR-коды, я хотела бы как раз отметить такой момент, что вот Людин Кэпс, например, имеет, да, такую возможность создавать, то есть мы просто копируем картинку и все. А если это касается каких-то других непосредственно сервисов, того же вот Эдика Плея, или, например, я хочу разместить в распечатке, например, видеосюжет, то, конечно, в этом случае помогают вот такие сервисы QR-код-генератор, в данном случае вы видите, которые позволяют нам с вами быстро превратить вот в такую картинку QR-код все, что вы хотите. Посмотрите, посмотрите, можно написать любой текст. Это о чем говорит? Да, пожалуйста, вы можете написать ответ. Вы можете не просто написать ответ, но и прокомментировать его, или, может быть, наоборот, написать только подсказку. Например, там, прочитай в учебнике, там, на странице такой-то, такой-то, да, правило вспомни такое-то, или, допустим, какой-то образец выполнения. Вот, и так далее. Или, допустим, смотрите, также у нас есть с вами YouTube, то есть про то, что я говорю, про видеосюжет, который также может относиться к нашему вопросу. Ссылка на сайт, да, то есть вот это как раз очень удобно использовать в плане того же Эдика Плея, или каких-то других сайтов, которые вы используете для заданий. Например, есть задания, да, по разработке кроссвордов, там, ребусов и так далее. Или каких-то других, ну, видов заданий непосредственно. Итак, значит, в данном случае вот такие интернет-сервисы по созданию интерактивных упражнений, это не формирующее, конечно, оценивание, это возможность как раз организовать обратную рефлексию как результат вот именно обратной связи. Почему? Потому что, допустим, вы провели, ну, даже возьмем так, какую-то контрольную работу, или вот такой экспресс-опрос, да, вы выявили проблему у ученика по пониманию, или видите, что низкий уровень, да, знания, осведомленности, умений вот по этой тематике, значит, ваша задача дать ему возможность, да, наверстать упущенное, ликвидировать свои пробелы. Как это можно сделать? Это как раз можно сделать, организовав тренинг. Причем тренинг вот с учетом именно его проблем. Почему я сказала как раз про сайт? Что если вы на сайте делаете, допустим, вот такую тематическую подборку вот таких интернет-упражнений, то вам достаточно просто сказать, Вася, вот что-то у тебя вот плоховато, да, вот смотри, мы с тобой написали вот этот диктант, да, вот что-то вот с орфографией у нас там, допустим, не знаю, там путаешься с буквами А и О, однако тебе необходимо это повторить. Соответственно, вы говорите не про учебник, хотя он, конечно, правило и просмотрит, но мы с вами, я думаю, что все сталкиваемся с той проблемой, что дети не любят читать учебники. Тренироваться надо, а тем более писать упражнения, но, к сожалению, в учебнике и упражнений-то не так много, да, а так получается, что вы можете его как раз обратить его внимание на вашу страницу, да, вот правило такое-то. И самое-то главное, что ведь такие упражнения, они в плане представления вопросов, да, имеют случайный набор. То есть, если он сейчас зашел, там, допустим, первые 10 вопросов появились в определенном порядке, то и он получил плохой результат, он же может второй раз пройти, и набор будет совсем другой. То есть, по сути дела, он может выполнять эти задания столько раз, сколько необходимо, ну, чтобы почувствовать уверенность в этом исполнении. А вот качество здесь зависит, конечно, от нас. Почему? Потому что мы с вами знаем, что здесь ведь самая сложность – это правильно продумать вот эти самые задания, формулировки, подборки самих типов вопросов, да, чтобы это была не только проверка на его понимание, да, или на конкретное знание фактов, но и на то, чтобы он имел возможность что-то и прорешать, или выполнить, и потом соотнести результаты своих выполнений, да, вот с тем, что заявлено в этом тесте. Вот. Поэтому здесь вот такая вот возможность у нас с вами есть, и как правильно пишут в чате, что в Ленинг Эпс есть возможность зарегистрировать класс, и он видит результаты, но в этом случае, как всегда, мы видим только результат. Вот. И поэтому все-таки его желательно использовать именно как тренинг. Формирующее оценивание для нас важно именно с позиции организации обратной связи, возможности, чтобы ученик мог развиваться и ликвидировать свои личные пробелы, да. Так, и вот как раз, когда мы с вами говорим о том, что это целая наука, в общем-то, правильно организовать, правильно создать, правильно сформулировать тестовые задания, мы с вами переходим к такому пониманию, как шаблоны и генераторы. Почему? Потому что, опять же, это некая, ну, если не новинка, то все равно новый подход, другая возможность, да, что-то новое привнести в класс, как-то вот, может быть, дополнительно стимулировать. Ну, и самое главное, что это другая форма визуализации информации. Я думаю, что с данным сайтом Класс Тулс многие знакомы. Я бы хотела обратить ваше внимание на один из шаблонов. Класс Тулс – это шаблон по созданию кубика Блума. Многие из вас, я думаю, что знаете, что такое кубик Блума. Кто может мне ответить, вот в чате написать ответ, кубик Блума, где, когда и зачем он у нас применяется? Так, уважаемые коллеги, кубик Блума. Кто такой Блум? Зачем нам нужен кубик? Так, есть ответ правильный, ну, то есть это из теории критического мышления, абсолютно верно, и определение, да, уровня освоения. А кто мне ответит? Ну, раз это кубик, да, то там, соответственно, шесть граней. Что должно быть на каждой из этих граней? Какие типы, да, какие виды уровня усвоения здесь должны быть представлены? Так, начинаются ответы, почему, объясни, покажи, поделись. Так, а кто мне назовет все шесть? Вот коллеги отвечают, а вот попробуйте теперь все-таки сформулировать сразу все шесть. У нас шесть граней, значит, все шесть граней должны быть. Итак. Наталья Ивановна, правильно все шесть написали, но вот единственное, я что прошу через запятую, чтобы можно было для всех вот прямо озвучить. Замечательно, Татьяна. Знания, умения, применения, анализ, синтеза, оценка. Так, но все зависит от того, да, как мы, в общем-то, назовем, потому что говорят и назови, и предложи, и так далее. Я вам сделала такую заготовку, называется «На вас кубик Брума». Это ссылка на этот шаблон. Я предлагаю перейти на этот шаблон. А я, если у кого есть возможность, то есть вы можете, вот, воспользоваться этой ссылкой. А я пока поясню. Значит, чем интересен этот шаблон? Ну, во-первых, если у вас есть возможность работать с интерактивной доской, то, конечно, в этом случае у вас есть возможность и работать, ну, интерактивная доска плюс интернет, да, и таким образом ваш собственный кубик Брума, который вы можете крутить, и самое главное, что на основании этого шаблона вы можете готовить и с ребятами, и самостоятельно. Заготовки для проведения опроса. Итак, что мы с вами можем? Ну, во-первых, переход от одной грани к другой, да, это, соответственно, переход от одной страницы к другой, поэтому их 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. У вас при этом есть возможность непосредственно либо поделиться, то есть если, допустим, вот я создаю, то поделиться, это у нас с вами традиционная кнопка шерри, да, которая дает возможность делиться. Вы получаете, соответственно, либо ссылку, либо есть возможность этот кубик внедрить себе на сайт. Это вот еще один большой плюс, потому что это, как говорится, дополнительная возможность, опять же, к организации самостоятельной работы ученика над вот решением тех или иных проблем. Почему? Потому что он заходит, опять же, только к вам на сайт, а не куда-то где-то в интернете просматривает какие-то сайты. Он зашел к вам и начинает крутить этот кубик, а вы, например, ему дали задание по определенной теме, и, да, вот, пожалуйста, подготовить, соответственно, вопросы и задания, вот, исходя из этих шестигранек. И по шаблону, по образцу стоит и поработать и с учебником, да, и, в общем-то, поработать над темой. Ну, а так дальше уже представить вам. Причем он может создать свой собственный кубик блума. Для этого у нас с вами есть кнопка «Нью», да, он создает, наполняет как раз нужным содержанием. И посмотрите, какой большой плюс для вас. Помимо того, что он отработал шесть, проработал по шести уровням, допустим, по какой-то теме, или лучше всего по совокупности каких-то тем, да, вы получаете продукт, который можно оценить раз. Во-вторых, вы имеете возможность организовать обратную связь, потому что вы будете с ним разговаривать, вы будете обсуждать, что правильно, что неправильно, а где стоит изменить, а что-то подправить, или где-то абсолютно неверно, а значит, надо будет нам корректировать. Ну и при этом в окончательной версии вы имеете возможность получить хороший ресурс, который вы в дальнейшем будете дополнительно использовать и разместите на сайте, вот как пример ученика. Кстати, ученикам это также приятно, как и их родителям, в том, что то, что они создают, в дальнейшем кто-то использует. Кроме создания, использования всевозможных таких шаблонов, которые помогают нам как-то вот организовать вот этот и учебный процесс, и самое главное, что вне учебной деятельности нашего ученика, вот в плане как раз собственного решения, ликвидации каких-то проблем, да, очень помогают в этом плане и рабочие листы, work sheets и различные инструменты по созданию. Вот в данном случае я вам предлагаю познакомиться с инструментом вайзер. Вы сейчас на экране видите возможные варианты заданий, которые можно размещать на таких листах. Это интернет, work sheets, то есть имеется в виду, что опять же вы создаете. Есть возможность организовать класс, есть возможность представить каждому ученику свои типы заданий, точно так же, как в Learning Apps, но это именно лист, то есть на одном листе вы можете размещать как саму информацию, так и работу с этой информацией, то есть я имею в виду, что задания, в том числе и написание каких-то эссе и так далее. Ну и, как видим, есть замечательная кнопка, вернее, вид Ember, который позволяет нам с вами внедрять на этот лист и другие упражнения, которые созданы где-то в другом месте, как, например, тот же Learning Apps, если вы решили расширить вот такие возможности. Есть интересный австралийский вариант, мы с вами видим, что это Quick Work Sheets, печень достаточно большой, обратите внимание, но, к сожалению, это коммерческий продукт, хотя для школы он, как говорится, не дорог, но, учитывая, что это Австралия, у них понятно, что там цена идет в долларах, но и евро. Но есть четыре варианта, которые можно использовать, четыре вида упражнений, которые можно использовать. Что здесь хорошо? Здесь принцип именно шаблона, то есть вы выбираете тип задания, у вас заполняете определенные поля, и, собственно говоря, по кнопке вы получаете печатный лист, который вы в дальнейшем можете распечатать и, соответственно, использовать это как быстрый опрос, как письмен порта непосредственно в классе. Ну, это как для сведения, есть продукт, программное средство, в данном случае это, видите, целая фабрика воркшитов, замечательный продукт, коммерческий, но в данном случае они действительно ставят низкую стоимость, но надо сказать, что можно скачать эту программу, установить себе на компьютере и, в принципе, работать, полноценно работать. Единственное, что когда вы печатаете, у вас будет написано, что это воркшит с фэктори. Вот. И крупная, ну, то есть она будет, конечно, мешать. А так, здесь 38 видов различных упражнений с работой с текстом и с письмом. Есть вот такой инструмент, который интересный, это англоязычный ресурс. Ссылка на этот сайт у вас есть, этим вы можете воспользоваться. Здесь специфика в чем? В том, что вы скачиваете на приложение от Pitchi, PIT, PET, TOOS, соответственно, это будет у вас приложение, поэтому файл будет в формате EXE, и запускаете на исполнение. Что произойдет? Ну, как бы, физически вроде бы ничего, но в вашем ворде появится дополнительная вкладочка настройки, и там будет у вас вот как раз вот этот P-TOOS, который будет предправлять вам возможность в вашем ворде подготавливать различные типы заданий. Вот, как вы видите, на первом листочке есть вариант кроссворда. Вот, я думаю, что многие так или иначе в своем учебном процессе используют кроссворд. Ну, наверное, кто как, кто ворде пытается делать эти клеточки, кто в Excel, кто-то, может быть, использует готовые программные средства, типа фабрика кроссвордов и так далее. Здесь вам достаточно просто набрать слова через плюсик их определения, нажать кнопку кроссворд, и в вашем ворде, в вашем документе, в котором вы, может быть, написали там задание, тут же появится кроссворд. Как говорится, пара секунд, кроссворд готов, и вы продолжаете писать текст дальше. Таким образом, вы создаете свой вид рабочего листа, который может иметь свой набор вот таких заданий. Там задания есть и на поиск среди, допустим, букв, и на соответствие, на то, что, допустим, там, поменять предложение или слова местами, ну и так далее. То есть то, что, по сути дела, мы делаем с вами вручную и тратим на это очень много времени, это делается буквально пару секунд. Вот как это будет у вас выглядеть. То есть в вашем ворде, в надстройках появляется вот такой перечень видов упражнений, которые вы можете применить. При этом у вас загрузится шаблон, в котором будет коротко описано, что из этих упражнений, что означает, я хочу сразу сделать оговорочку, что не пугать, что здесь на английском языке, и тот ордовский документ, который у вас появится, тоже на английском. Если вы откроете переводчик, допустим, тот же Google переводчик, и переведете, то, как говорится, текст будет вам понятен. Следующий момент, это возможность вордовского документа сохранения в формате PDF. То есть смотрите, вы подготовили свою версию рабочего листа, где, допустим, написан сопроводительный текст, написаны требования к представлению результата или ответов, да, непосредственно. То есть должны быть критерии оценки. Потому что ученик должен понимать, в каком виде не подать ответ, в какой форме, да, ну и, соответственно, как вы будете оценивать этот ответ, по каким критериям. Вот. Когда вы подготовили такой непосредственно лист, или, например, использовали другие программные средства или интернет-сервисы, которые вам помогли создать вот такой вот щит, следующий этап, это создание PDF-документа, который позволит вам в формате Акробат-ридера подготовить и создать листы обратной связи. Вот мы с вами как раз подошли к самому интересному моменту, что такое листы обратной связи и как их в Акробате использовать. Что касается самой теории и вот этого определения, вы прочитаете как раз в пособии. Я, как говорится, воспользовалась понятием, которое было представлено в пособии, как раз формирующая оценка. Вот. Здесь очень подробно прописано, что такое лист обратной связи, с чего начать, какие виды бывают, какова его структура, как его разработать и так далее. Самое главное, что мы с вами обращаем внимание на то, а как можно это организовать в действительности, то есть не только создать, потому что лист это что? Ну отдали мы его и все. Как, например, вот в пособии как раз очень таком, ой, Кыргызстан, я сказала Казахстан, это Кыргызстан. Обратите внимание, вот, например, мы просто взяли, показали ошибки, поставили оценку. Где же тот формирующий оценивание, да? Никакого нет формирующего, потому что нет обратной связи. А вот если мы указали, что надо изменить, как над этим поработать, да, то есть проблема-то в чем? Написать комментарии, сделать установки, да, для ученика. Но я хочу обратить ваше внимание, если мы это делаем в тетради, то это не, все равно в плане организации обратной связи, это не очень хорошо. Почему? А потому что тетрадь, мы ее не можем сделать безграничной, безмерной, да. Может быть, наши комментарии должны быть более ополненные, да. А ученик уже при работе там много чего написал, мне просто негде писать, это раз. Во-вторых, а где он будет исправлять? Где будет вот эта вот работа дальнейшая над этим текстом или на какими-то дополнительными, может быть, заданиями для того, чтобы было видно, что ученик справляется. И вот поэтому я делаю акцент на программе Adobe Acrobat Reader, которая, я думаю, что всем вам знакома, потому что очень часто в интернете текстовые документы представлены в формате PDF, и для просмотра, чтения этих файлов этого формата, конечно, нужна эта программа. Во-первых, она бесплатная. Во-вторых, ее можно установить на любые технические средства. На мобильные устройства, на компьютер, планшет и так далее. Она работает с любыми операционными системами. Вот вы видите на экране, как говорится, скачивай и все. Чем она примечательна? Все дело в том, что новая версия непосредственно Acrobat Reader дает нам великолепный инструмент. Это, вы видите на экране, добавить комментарий. И у нас с вами появляется целая панель инструментов, которая позволяет организовать ту самую обратную связь. Перечень этих инструментов вы видите также на слайде. И здесь есть все, что нам с вами необходимо. Обратите внимание. И добавление текста, и комментарий. И можно вставить или вычеркнуть какой-то текст. Можно добавить записку. Можно выделить текст. Можно нарисовать. Можно файлы присоединить. И к тому же можно еще и записать аудио. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в тексте, готовя вот такой воркшиз, вы имеете возможность написать, допустим, там произнеси, да, перескажи или расскажи. И ученик дома, да, в комфортной для себя обстановке, никого не стесняясь, начинают рассказывать или пересказывать, да, или произносить, может быть, какую-то фразу, или, может быть, ну, вот, если это иностранный язык, да, там, соответственно, произношение это особую роль. Начальный бас – это тоже, да, там, правильность говорения. И так далее, и так далее. И в этом случае, как мы уже сказали, обратная связь, она ведь интересна не только тем, что мы комментируем, мы направляем ученика, мы даем им возможность работать. Такой файл, сохраняя вот с этими нашими комментариями и пояснениями, мы отдаем ему. И посмотрите, что получается. Изменить содержание, как таковое, он не имеет возможности, да, потому что он работает в PDF-документах. А вот изменить свои комментарии, как раз имеет такую возможность. И справа вы сейчас видите такую великолепную функцию, как установить статус. И мы с вами видим, что статусов несколько. Допустим, принято, отменено, выполнено и отклонено. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что ученик, когда проработал с этим листом, возвращает вам документ со своими вот правками и так далее, да. И вы проверяете эту работу и таким образом имеете возможность отметить, установить статус его вот этих комментариев, да, в каком бы виде они ни были. Если вы приняли, да, или, допустим, считаете, что это выполнено, вот, пожалуйста, и отмечайте. Причем этот значок у вас и появится. Там будет либо класс, да, знак, либо галочка, что все окей. Если вы отклоняете, то, соответственно, так же. При этом вы не только ставите статус его комментарием, но у вас есть возможность в каждом комментарии еще добавить свои замечания. Таким образом, получается, что вот эта вот обратная связь у нас становится по цене. А тем более еще, если есть необходимость, вы можете дополнить этот лист еще дополнительными комментариями. Например, включив также аудиозапись, сделать еще дополнительное, ну, допустим, голосовое замечание, да. Или добавить к этому же листу, может быть, какие-то дополнительные задания, чтобы он, в свою очередь, подумал над ними. И большой плюс в чем? В том, что, во-первых, фиксируется, кто это пишет, во сколько это пишет, когда. То есть ученик не может сказать, ну, как обычно, у большинства учеников, учителя во всем виноваты в силу их низкой успеваемости, да. А так у вас есть документ, реальный документ, да, электронный файл, которым все комментарии профиксировали, зафиксировано, у каждого комментария зафиксировано время и дата его установки. В том числе и ваши ответы или замечания, которые вы писали в процессе. Таким образом, вы можете родителю или тому же ученику указать, что, например, Ваня, ты не мог проработать, вот, работать над этим листом всю неделю, если у тебя последнее замечание, как и первое, было, вот, воскресенье вечером. То есть накануне, допустим, перед учебным процессом. Ну, то есть вот в понедельник в школу, вот ты воскресенье вспомнил, поработал немножко и все. Ты буквально там 20 минут поработал над этими заданиями. Вот поэтому и нет никакого сдвига в твоем, ну, так сказать, улучшения, да, в твоих знаниях. И в данном случае можно выделить вот такой алгоритм деятельности учительства по организации формирующей оценки. Это как раз вот с учетом вот таких листов. И я считаю, что на самом деле Акробат Репер здесь является очень хорошим подспорьем именно в плане организации такой формирующей оценки и возможностью именно фиксации этой оценки. То есть мы с вами имеем возможность отследить весь процесс от его начала до его завершения. Это наша с вами организация индивидуального маршрута, потому что мы видим, с какими проблемами был ученик, и мы видим, каким он стал. Ну и для ученика это тоже видно, именно вот этот прогресс непосредственно. Ну и соответственно, это электронная версия, мы с вами не выходим в интернет, мы не пользуемся с вами Google документами, на которых сейчас ополчились все, да, вот, так сказать, запретом, да, на использование приложений Google. Ну и, как я уже сказала, мы с вами пользуемся абсолютно любыми средствами, вот, которые есть. В плане, я еще раз сделаю акцент, что именно что такое лист обратной связи, то есть термин, как говорится, придумала не я, и, соответственно, как проработать его, вот, вы сможете, прочитывая файл, формирующий оценка, вот, вплоть до того, какие условные обозначения можно использовать, то есть я вам рекомендую. И не важно, как вы будете создавать эту обратную связь, может, вы будете использовать просто обычные тетради, но тем не менее, возьмете это на вооружение и уже в тетради не будете просто выставлять оценки и указывать неправильные решения, ошибки, а будете уже комментировать и предлагать возможность ликвидировать вот эти вот пробелы и недочеты. Итак, спасибо вам за внимание.